Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Вы смотрите и слушаете телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии очаровательной Александра Хайрулина. Как это мило. Роман Шахов. Друзья, это первый выпуск программы «Концертный зал» в этом году на телерадиоканале Страна ФМ, с чем мы всех поздравляем. И с радостью сообщаем, что сегодняшний концертный зал имени Дмитрия Колдуна. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Роман. Буду кричать. Микрофон. Привет, Дима. Мы очень рады тебя видеть. Здорово, что ты пришел с музыкантами. Сегодня не один. Обязательно расскажешь, потом представишь ребят. Но сначала мы хотим сказать тебе с Ромой следующее. Родненький наш, ты же первенец. Как это первенец? Ты у нас первенец, и ты первый, блин, который не был хом. Главное, чтобы не последненец. Ты открывал программу, Дим. Да, здесь еще была стройка. Это был год назад, да, все происходило. Программа «Концертный зал». Вообще-то было еще радио «Страна ФМ». А теперь вот идем. А теперь мы вот как выросли, видишь, как развернулись. Ну и здорово, Дим, видишь. Я поздравляю всех зрителей и слушателей с Новым годом. И надеюсь, что этот год принесет еще больше каких-то сюрпризов. Конечно. Встречи, может быть, какие-то мечты и желания исполнятся. Но у тебя уже начинают воплощаться твои планы в этом году. И вот буквально у тебя грядет грандиозное событие. Большое, красивое в Санкт-Петербурге. Я думаю, что сразу об этом нужно сказать. Потом еще раз вернуться не раз. Я хочу всех слушателей и зрителей пригласить жителей Санкт-Петербурга. 4-го числа, февраля, будет мой большой сольный концерт. Пожалуй, такого еще не было. Будут всякие визуальные эффекты. И, собственно говоря, этот год для меня юбилейный с точки зрения творчества. Потому что буквально на днях 10 лет исполнилась той песня, которая первая попала в эфир вообще радиостанцией. Это песня «Working Magic» или «Дай мне силу» на русском языке. Так что будем отмечать все вместе. Приходите. Питер, 4 февраля. Скажи, билеты продаются в продаже? Конечно, продаются везде. Кроме того, даже организованы специальные фан-автобусы из Москвы в том числе, а также из Минска. Так что если кто-то не хочет, так сказать, трястись на поезде, может поехать в компании «Единомышленники». На сайте информация, да? В компании фанатов Дмитрия. Это значит вся дорога песни, вся дорога изучения биографии. Мы разыграем два билета. Ага, да. Есть такой сюрприз. Будет. Так что слушайте нас и смотрите внимательно. Дим, какая площадка будет в Питере? Это будет «Аврора Холл». А Москва потом по традиции должна появиться? А Москва должна быть, но я думаю, что это ближе к концу года произойдет все-таки. Как называется эта программа? Эта программа называется «Манекен», но, собственно говоря, название условное. Так называется мой последний альбом. В 15-м году он вышел? Да, звучат все песни, которые самые лучшие и те, которые никогда мы даже не играли, но они просто выходили на диск. Какие премьеры будут? Будет много-много песен. Концерт будет длинный, большой, яркий. Скажи нам, Дима, будут ли какие-то перевоплощения с твоей стороны? Ну, я работаю над этим. Ага, значит, все-таки нам остается только гадать, в каком же образе вы. Проекты, да. Да, может быть, меня побреют на лозу. Мы о них поговорим. Под Сергея Трофимова, например. Боже мой. Серьезно, привет. А потом вырастут обратно волосы. Дим, представь, пожалуйста, нам музыкантов, твоих коллег. Сегодня, значит, на гитаре нас играет Антон Хабибуллин. Антон, здравствуйте, добрый вечер. Привет. Здесь Олег Занин на кахоне сегодня старается. Ну и Сергей Хащевский здесь. На клавишках. Эти ребята давно с тобой в команде. Ну, мы играем часто. И по особым случаям, вот сегодня как раз тот самый случай, это буквально, можно сказать, золотой состав. Те музыканты, с которыми мы когда-то... Я, во всяком случае, они-то уже ох. А я вот с ними как раз начинал свой творческий путь. И, коль сегодня мы начинаем Новый год, так вот мы решили собраться именно в таком составе. Золотой состав. Замечательно. Ну, давайте тогда уже начнем петь. Давайте. Я хочу начать с песни, которая вот буквально появилась совсем недавно. Песня называется «Когда я любил тебя». Вот. Хочу пожелать всем слушателям, чтобы они вот берегли все-таки свои отношения и никогда не доводили до такого. Класс. Глубокий делаю глоток. Так. Так, что-то произошло. Давайте заново. Давай. Живой звук. Концертный зал. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Глубокий делаю глоток. Глубокий делаю глоток. Так отделяю день от дня. Читаю время между строк, Где жизнь в бессмысленный поток Вдруг превратилась без тебя. Вдыхаю дым, как пустоту. Вдыхаю дым, как пустоту. Давно вдыхаю, не любя. И с горьким привкусом во рту, зачем целую я не ту, зачем целую не тебя. Где была раньше ты, когда я любил тебя, сердце застыло и больше не бьется под листьями сентября. Небо порвут ветра, а солнце зальют дожди. Сказать очень трудно, наверное, было. Друг другу не уходи. Квартиры черный кабинет. И тишина, как камертон. Цепями крепких сигарет Пристегнут призрачный фантом Той, что со мною рядом нет. Где была раньше ты, когда я любил тебя, сердце застыло и больше не бьется под листьями сентября. Небо порвут ветра, а солнце зальют дожди. Сказать очень трудно, наверное, было. Друг другу не уходи. Где была раньше ты, когда я любил тебя, сердце застыло и больше не бьется под листьями сентября. Небо порвут ветра, а солнце зальют дожди. Сказать очень трудно, наверное, было. Друг другу не уходи. Возможное будущее предстало передо мной. Я написал эту песню. Что сказала она, когда услышала эту песню? Какой был комментарий? Опять грустную написал. Нет, чтобы быть веселой. Ну, на самом деле, я написал и веселую, но они и позже. Дима, здесь и музыка, и слова твои. Да, вот это редкое сочетание, когда и то, и другое. И даже Александр Перкуссия тоже его. И даже я, Мархал, здесь яйцом трес. Кто видит. 4 февраля у Дмитрия Колдуна, напомним, концерт будет в Санкт-Петербурге. Ребята, кто еще не слышал, не знает, обязательно сходите на этот концерт. И, кстати, из Москвы будут автобусы. Дима точно будет. Я думаю, что музыкант также будет присутствовать. Дим, что интересного произошло у тебя за 2016 год? 2016 год был, значит, ну, обычно мы выпускаем разные альбомы, записываем их. Но вот 2016 год оказался в этом плане достаточно лысым в рифму, потому что появилась Алиса. Конечно, у тебя был серьезный проект. Поэтому я весь год был посвящен несколько другому проекту. В общем-то, я и продолжаю посвящать свое время именно этому проекту в том числе. Но думаю, что вот если все получится, то в этом году чем-нибудь обязательно порадуем новым. Может быть, кто-то еще не знает, 16 апреля, да, по-моему, день рождения? 25-го. А, 25-го, да. Ну, там 16-25-го. То есть в прошлом году у Дмитрия родилась дочка. Алиса чудесная. И, кстати, в социальных сетях у Дмитрия вы уже можете посмотреть, как Алиса помогает. Папе они уже с гитаркой вместе исполняют песни. Я Алисой зажимаю баррэ. Вот так вот, значит. Как вообще реагирует на песни? На самом деле... Что? Как на песни реагирует Алиса? Ну, вообще успокаивается. Она, слава богу, не сильно-то прыткая. Но вот стоит запеть, и можно с удовольствием в баночку чего-нибудь невкусного скормить. Странно, конечно, что ты не назвал, помимо замечательного, прекрасного проекта под названием Алиса Дмитриевна, еще и проект «Точь-в-точь». Они говорят, что их нельзя сравнивать, но тем не менее. «Точь-в-точь» — это все-таки творческий проект, и это шоу, надо сказать, что достаточно серьезное шоу. Но вот оно уже подходит к концу, совсем скоро зрители увидят финал. Но ты там творишь что-то феноменальное. А там невозможно не творить ничего феноменального, потому что... Нет, возможно, если у тебя нет способностей и таланта, тогда возможно. Нет, ну можно выбирать какие-то не совсем скучные, не совсем веселые образы, и тогда получится, ну, так себе. Поэтому в этом сезоне старался все-таки «Битва лучших» выбирать что-то такое живое. Ну, спасибо тебе огромное. Мне кажется, каждый абсолютно образ там — это действительно такая яркая, красивая картинка. Спасибо. Это копия практически точная абсолютно. Мне Европа понравилась. Европа, да, отлично. А еще чуть-чуть об этом проекте. Твой самый такой комфортный образ, в котором ты был? Самый комфортный? Вы знаете, я вот хотел в первом сезоне показать группу «Рамштайн», мы даже ее отрепетировали. Ну, а потом в связи с такими обострившимися политическими событиями решили, что людям и так достаточно всякого огня, ракет. Издали Александра Маршала. Нет, вот как раз это была Европа, которая мне попалась совершенно случайно, вышеупомянутая. Дело в том, что грим Тиля Линдермана, солиста «Рамштайн» был уже сделан, но его невозможно было наклеить на меня, поэтому мне сказали «Делай, что хочешь». Я выбрал Европу, потому что мало кто помнит, как выглядит солист Европы. И чтобы не быть похожим на себя, просто попросил копию маски Юрия Лозы наклеить на себя, если пересмотреть этот номер. В принципе, от Европы там ничего нет, просто такой какой-то достаточно страшненький Лоза в белом кучерявом парике. Давайте послушаем симпатичненького колдуна. Из репертуара Лозы, да, спой, пожалуйста, свою песню. Да, эта песня называется «Город больших огней». Знаем такую, знаю. Иду скорей, ажа. Знаешь, минуты уже не решат, как же нам быть, стрелки дальше спешат. Ты убегаешь, тебя кто-то ждет, город к себе зовет. Я понимаю, мне надо держать ключ на столе, все, что можно отдать. Выстрелом громким защелкнуть замок тебя я. Я теряю город больших огней, иду, сгоряя ошаг. Сердце стучит быстрей, вот только нефть. Город больших огней, он знает на все ответ, Но не дает свернуть на улицы прошлых лет. След уходящему трудно идти, выход не виден, но надо найти. Путь, по которому я без тебя буду искать себя. А если ты спросишь, не скажет никто, Как наше время внезапно прошло, Как потеряли друг друга в толпе, Спешащей за счастьем. Город больших огней, иду, сгоряя ошаг. Сердце стучит быстрей, вот только с твоим нефть. Город больших огней, он знает на все ответ, Но не дает свернуть на улицы прошлых лет. Город больших огней, иду, ускоряя ошаг. Сердце стучит быстрей, вот только нефть. Город больших огней, он знает на все, на все ответ, Но не дает свернуть на улицы прошлых лет. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, еще раз мы снова в эфирной студии Страны ФМ. В гостях у концертного зала Дмитрий Колдун. И мы ждем, конечно... Привет всем, кто еще не проснулся или не уснул, и кто только что включился. Это артисты только просыпаются один. Да, я еще даже не проснулся, но сейчас. Мы знаем, по некоторым слухам, так сказать, что у тебя в последнее время сосном никак не удается. Ну, плохо получается спать. График получается, и спать получается плохо. Но выглядишь бодрячком. Мы даже сегодня, кстати, с Романом немножечко переживали. Господи, как он придет? Как мы будем приводить чувства? У меня есть такой рецепт. Всегда, когда много такая накапливается усталость, главное вот лечь в ванну, полежать. Там вот раньше, как людоеды, знаете... А вода должна быть полная? Нет, ну людоеды своих жертв, они их клали в речку. Мы не знаем. На некоторое время, чтобы они там, как бы, чтобы кожа у них распрямлялась. Вот, лежись, пока кожа напитывается, значит, этим всем, и ты вроде как бы ничего. Саш, ты же помнишь, он страшилки любит. Ну да. Хорроры. Я помню, как Дима рассказывал, что его дедушка собирал коренья, и многие уже считали, что он коренья. Я думаю, что не только мой. Были такие дедушки, они и сейчас некоторым есть нечего, собирают. Дима, скажи, ты сейчас больше находишься где, в Москве или в Белоруссии все-таки, в Минске? Ну, вот сегодня я находился в Москве целый день, а завтра поеду на родину к себе, и потом приеду опять. Ну, в общем, такой у меня челночный образ жизни. Музыканты с тобой, как мы видим иногда. В Инстаграме, в машине, с песнями и репетиция идет. Конечно, везде репетироваться. Ну, просто сейчас финансовый кризис, где еще как не в машине репетиция устраивает. Отличная звукоизоляция. Всяка команда сбой. И во время путешествия очень хорошо. Недавно у тебя в Инстаграме появилось видео, где ты в купальном костюме, в прыжке. Отмечаешь деревянную свадьбу. В общем, так оригинально. Прыжком в снег. В этом видео я хотел сказать всем, что деревянную свадьбу надо отмечать именно так. В деревянной бане. Падать, как бревно в снег. В деревянной бане. И, собственно говоря, разбегаешься и прыгаешь. Ну, дело в том, что я понял, что все-таки вкрещение не получится у меня в связи с графиком. Я хотел спросить, да. А вот поэтому я понырял заранее. Это, в общем-то, сразу. Ну, расскажи, появилось ли у тебя желание делать это теперь регулярно? Или, может быть, ты делаешь, но мы еще не знаем. Это был такой, на самом деле, случайный опыт, спонтанный. И могу сказать, что я хочу повторить, потому что было все настолько случайно, что я даже не запомнил, как это было. Ну, есть видеодокументация, Дим. Поэтому можно повторить. Ну, если потом это войдет в привычку, то уже хорошо. Один из способов взбодриться, да? Перед концертом раз, так-так-так-так, растешься, потом толстый. А летом как тогда? Надо заказывать. А вот это да. На хладокомбинате. Давайте взбодрим наших слушателей, наших зрителей возможностью оказаться на концерте Дмитрия Колдуна. Ну, давайте, давайте. Друзья, если вы в Санкт-Петербурге собираетесь оказаться 4 февраля, если вы там живете, тогда сейчас отправляйте смс-кой с помощью WhatsApp, с помощью Viber на номер 8909928189 и 9 сообщение со словом «Колдун». Если ваше сообщение становится десятым, два билета вы получаете. Нет, ну, никто не запрещает отправлять несколько сообщений. Ну, хорошо. Десятым, так десятым. Все-таки 10 лет у Димы творческой деятельности, правильно? Мы подумаем. Может быть, еще и не десятым. Мы об этом спросим. А может, мы выберем несколько каждого десятого сообщения? Да, да, да. И потом как-нибудь решим. 4 февраля, Санкт-Петербург. Вы можете там проживать, а можете просто приехать туда в гости. Конечно, из Москвы, например, автобусы туда будут направляться. Конечно, регулярно ходить будут, как вот, например, торговые центры бывают. Ну, не вздумайте, если вы хотите просто на халяву съездить в Питер бесплатно, попасть в эти автобусы. Нет. Если вы сели, вас за ручки беленькие на концерт отведут. Придется убирать за поклонниками творчества. Зима, у нас песня «Метели», «Зима на дворе», «Как без нее обойтись». Да, как раз про обтирание снега. Песенка. Давайте немножко Зиму провожать уже. Белым снегом летит печаль В бесконечно седую даль И холодная тишина за окнами Память ветром стирает сны Те, что стали нам не нужны И что было до этих вьюг Не вспомним мы, не вспомним мы Засыпая дом метелями В нем согреть себя хотели мы Но теперь в чужой постели ты Засыпай, засыпай Засыпая дом метелями В нем согреть себя хотели мы Но теперь в чужой постели ты Засыпай, засыпай На морозе звенит душа В мир придуманный ты ушла Легким дымом наш старый дом покинула Может знала, куда не идешь Где другое тепло найдешь И зима навсегда со мной невидима, невидима Засыпаем дом метелями В нем согреть себя хотели мы Но теперь в чужой постели ты Засыпай, засыпай Засыпаем дом метелями В нем согреть себя хотели мы Но теперь в чужой постели ты Засыпай, засыпай Засыпаем дом метелями В нем согреть себя хотели мы Но теперь в чужой постели ты Засыпай, засыпай Засыпаем дом метелями В нем согреть себя хотели мы Но теперь в чужой постели ты Засыпай, засыпай Засыпай Сверх это вроде как бы так студия А как будто бы Это еще мы не можем встать Пойти в пляс Мы нас привязали просто к стульям На проводах Вот я-то могу Вставал только что Дим, завтра ты можешь Отметить большой праздник Ну Готовишься ли ты к нему Да, расскажи, пожалуйста Конечно Конечно подготовился Собственно говоря Именно за этим в основном-то Я отправляюсь в Беларусь К себе на родину Завтра у моего сына дня рождения И, собственно Ян Дмитриевич Отмечает в четырехлетие Отмечает свой первый Ну, собственно говоря И последний Четырехлетний праздник Так Поэтому завтра будет Много подарков Ну, что-то конкретное Просил он у папы? Конечно Он просил много подарков Без список Ну и в основном Подари мне много подарков Сейчас же, да Любители посмотреть рекламу По телевидению Могу вам сообщить Да, ваша реклама Оказывает влияние Увы Ну, надо показывать Просто концерты Папины круглосуточно Я думаю Тогда на дисках Крутите И, в общем И тогда все будет в порядке Как Ян поживает? Чем увлекается? Космосом в основном В основном космосом Он даже может поправить Если у него спросить Например, планета Титан Он скажет Нет такой планеты Это спутник Юпитера Если мне память не изменяет Знаете уже Родители твои То есть бабушка, дедушка Его учителя По образованию географа Брат тоже Учитель Да, но он как-то сам Выучился на это Папа почти химик И тут вдруг Космонавт Или ученый Космонавт Я за него не переживаю А может быть астролог Дим? Не знаю Сейчас мне кажется Астрологов развелось А космонавтов так мало Космонавтам Как-то почетнее Что ли Непосредственно полетел Посмотрел А лучше космонавт астролог Полетел Увидел Победил Сказал Скажи пожалуйста По поводу космонавтов И победителей Есть ли уже тот Чек Который поедет От Беларуси На Евровидение В 2017 году К счастью или к несчастью Этот отбор совпал С днем рождения моего сына Поэтому Надеюсь что Победитель В этом отборе станет Для него подарком У тебя Было в свое время Шестое место Это очень хорошие результаты На сегодняшний день Прошу прошу Пятая по моему Шестое было А потом Значит земляков Филиппа Бедросовича Дисквалифицировали И я стал пятым Пятым Десять лет Кстати в этом году Это лучший же результат Да у Беларуси По моему Но пока десять лет Да уже А вообще не только за десять лет Но получается Беларусь участвует Уже с 2004 года Получается что Уже А я вот думаю Что тебе нужно еще раз поехать Представить Беларусь Кстати есть Вот такая возможность По правилам По правилам Есть любая возможность Тем более что сейчас Например вот Скажу Может быть кто-нибудь Из слушателей захочет поехать От Беларуси На Евровидение Значит с этого года Наверняка Вели правило Такое что Гражданин любой страны Раньше это было На Беларусь Да то есть вот Некоторые Да вот Россияне Точнее Сашка что мы не поймем Да Хорошо У нас Отличная новость Возьмем на вооружение У нас продолжается Поцелуй меня Песня называется Поцелуй меня Собственно говоря Вот это веселая песня Которую я посвятил Своей любимой женщине Муза Ты самая главная в жизни Ты даришь тепло и покой Тебя подарило мне небо И нет И нет больше в мире Такой Вся нежность На кончиках пальцев К твоим прикасаюсь Губам Мы счастье вдыхаем Как воздух И делим с тобой пополам Поцелуй меня Милый ангел мой Забери в свой плен Унеси в свой рай Будь всегда со мной Поцелуй меня Не жалей любви Ты электроток На моих губах Ты меня люби Как солнце лучами согрело Избавило от темноты Кто знал бы как радостно сердцу Когда улыбаешься ты Ты самая главная в жизни Ты даришь тепло и покой Тебя я люблю очень сильно За то Кто я рядом с тобой Поцелуй меня Милый ангел мой Забери в свой плен Унеси в свой рай Будь всегда со мной Поцелуй меня Не жалей любви Ты электроток На моих губах Ты меня люби Поцелуй меня Милый ангел мой Милый ангел мой Забери в свой плен Унеси в свой рай Будь всегда со мной Поцелуй меня Не жалей любви Ты электроток Ты электроток Останавливается сообщение Автор которого написал Десятая Подожди Десятая Дима, ты не против Если десятая Оставляем или какой-то еще Просто Ром очень подсчитывал Чтобы свою смс Внимание Колдун Потом Смайлик С поцелуйчиком Хочу, хочу Колдун Ни разу в жизни За свои 27 лет Не была на живом концерте Не знаю даже почему 0290 Заканчивается номер телефона 02 Ну мне кажется Хочу, хочу, хочу Это аргумент очень весомый И если ни разу За 27 лет Ну если Три раза Дима, ну что Дима, ну что Два билета Одобряем Тогда Хати, хати, хати Милая девушка Мы с вами свяжемся Два билета ваши А может это юноша Ну не была Понимаешь Тут все-таки Разобрались Мне кажется Нет Когда скажут у юноши Хотя Да Фильмография у тебя В этом году Может измениться Есть предложение Снимать Вы знаете Я совершенно Однажды случайно попал В фильм Который назывался 20 лет без любви Дело в том, что Изначально вообще Была написана просто Песня Которая называлась Ничего Которая стала саундтреком Ну и вот Режиссер решил Ввести меня Расширить Твою часть В сюжет Фильма По сюжету Меня Бросало Неоднократно Главная героиня Ну что ж Хоть Где-то Ну скажи Вообще Есть желание Может быть Сняться в какой-то роли Да вот я все Прихожу куда-нибудь И говорю всегда Возьмите меня в какой-нибудь Фильм ужасов Возьмите 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 Фильм ужасов Да сейчас Вот как раз Фильм ужасов Фильм ужасов Дима если это будет Предложение Принять участие в постановке Мюзикла Такой опыт у тебя уже был У меня была рок-опера В мюзикле наверное Не столько интересно Все таки интересно Когда происходит все Абсолютно живьем В том числе и музыканты На сцене Когда играют в живую И когда все эмоции живые И когда что-то может пойти не так И тебе нужно из этого Выкручиваться Вот это меня заводит И это возбуждает В хорошем смысле Какой-то экстрим интересен тебе? Может быть спорт какой-то Экстримальный Ну конечно Вот собственно говоря Сейчас прибавились прыжки в снег В мелкие сугробы Так Наметенные на асфальт И конечно же Никто не отменял Каких-то повседневных вещей Как какие-то Ну в общем меня интересует все Где можно что-нибудь свернуть Или сломать Вот это Если как бы Керлинг Керлинг Это не совсем Не совсем Альпинизм скорее Нет Ну это совсем уже Вот Сломать Но не слишком Своими страничками В интернете Ты занимаешься сам в соцсети Да Я их сам Подметаю Убираю Нет на самом деле То есть ты тут же можешь найти какое-то видео Тут же опубликовать его Конечно У тебя нет специального человека Рядышком который все это фиксирует Пишет Отставляет Ну если человек неподалеку То он обязательно снимает Но не везде человек нужен Для тебя важно что люди пишут в комментариях Какие комментарии оставляют Какие смайлики ставят Лайкают или не лайкают твои фото Ну Чаще Интересуют наверное комментарии Которые ты совсем не ожидаешь увидеть Недорого Продают Нет Нет Это как раз таки Ну например Когда люди замечают Совсем не то что ты хотел продемонстрировать в этом видео Например Как будто у тебя ногти накрашены где-то на каком-то видео Хотя Так падает свет Да свет просто упал так И думаешь интересно Может быть действительно Надо попробовать как-нибудь Быть накрасили Поискать что-то Ну после проекта точь-в-точь В принципе все возможно Понимаешь Сейчас Там не только ногти там Скажи Вот После этого проекта Есть уже какие-то предложения дальше Ну сейчас Год только начался Да И поэтому Я так понимаю что Сейчас идет подготовка Разработка так сказать Потому что телевизионный сезон Он как правило Ну начинается В начале весны Поэтому я Думаю что Открыться для предложений Да Когда мы дождемся от тебя песни В которой все слова будут Начинаться на букву П Будет ли она Да Я уже все с песней С книжкой закончил А Песни на букву П Ну не знаю Такую песню Это примерно наверное Не совсем корректно Это если Все ноты будут там Нота до Например И все слова на букву П И все слова на П В принципе отличная песня Я думаю все радиостанции Если ваша радиостанция С удовольствием ее возьмет Я обязательно напишу такую Мне просто очень нравится Эта история В твоей биографии когда-то В шестом В школе в общем да В совсем юном возрасте написал Я для школьного КВН написал рассказ на букву П Назывался он Пес-полкан-приятель Пети Пес-полкан-приятель Пети Да Вот там все буквы на букву Точнее все слова были на букву П Все возможные премии получил Награжден Похвалы куча Печатался в местной прессе Так Вот Значит Даже меня там напечатали После чего я решил Что я могу все Я написал рассказ на букву С Он назывался Старый садист Там статуэтка из Сталина Садист снимал скальп там Савелий и Саша Вот они На скамейке В общем Садиста сбросили Потом И вот Ну Они не стали печатать Ну Меня всегда интересовали Какие-то такие темы Собственно говоря Наверное поэтому Если бы Какой-нибудь режиссер по этому Рассказу снял бы фильм Я бы там с удовольствием снялся Ну а каких режиссеров сам любишь? Чьи фильмы нравятся тебе? Режиссеров Вот Как-то вы знаете Вот Я вот люблю наверное жанры Так сказать Чтобы режиссеры какие-то Мне особо приглянулись Боевики Наверное Нет боевики в детстве любил Пережил наверное Пережил всех боевиков Уже И собственно говоря Сейчас это слово Уже так вот Хором у тебя был А что сегодня тогда Это ужасы? Ужасы Мне кажется это тоже в детстве Ужасы были Пока не появились дети Как-то теперь Уже Теперь мультфильмы Я поняла Теперь мультфильмы Такие мультики Романтические Какие-то сопливые Пузыри Давай пустим пузыри немножко Ну а что мы там будем пускать? Будем пускать Пузыри И спрашивать Я тебя наверно не пойму Ведь ты всегда права Почему Тебе счастливой быть, а мне быть одному И знать, что больше я тебя не обниму Но я сам виноват Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я дал ему? Без тебя во сне я и наиву Почему? Вижу только Беспросветную тьму Ну почему? Почему? Я отдаю тех, с кем быть надо самому Себя сажая в добровольную тюрьму Из-за одиночества Из-за одиночества Почему? В разбитых чувствах Я не верю Никому И подпускать людей Не к сердцу Никому Уже не хочется Почему Почему? Почему И зачем тебя я дал ему? Без тебя во сне я и наиву Вижу только Беспросветную тьму Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наиву Вижу только беспросветную тьму Но почему? Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наиву Вижу только беспросветную тьму Но почему? Браво! Дмитрий Калдун, программа концертный зал, цель радиоканала Страна.ФМ Дима, поддерживаешь ли ты связь с Гугбой Скорпиус? Ментальную в основном, астральную Живали гитары, подаренные тебе? Да, не только. У меня еще был рабочий барабан малый И, значит, на нем они оставили автографы Правда, за 10 лет они уже выцвели Но, тем не менее, я помню Надо приезжать еще Говорим мы участникам команды Скорпиус Тем более, было несколько случаев Вот, кстати, мы однажды выступали Вместе с группой Скорпиус на концерте В Минске Это было спустя несколько лет А потом я приходил к ним на концерт Когда они приезжали с очередным прощальным туром Это правильно, с очередным, да Поэтому все хорошо А с кем бы еще хотел спеть Вот из таких мировых звезд? Не знаю, ну С кем хотел, их уже и нет Ну и знания здравствуйте Есть какие-то такие? Поэтому лучше не буду ничего хотеть Пусть живут в мире А какие-то дуэты возможны? Сотрудничество? Ну, честно говоря, вот Как-то не задалось у меня с дуэтами Может, пока не задалось, Дим Ну, может, просто, говорится Вкус приходит во время еды Надо просто начать Я пока еще не начинал Но когда-нибудь, уверен, начну Присылают ли тебе песни авторы? Говорят, ну, Дим, давай споем Рома просто пишет стихи Да не пишет Рома стихи Нет, но, конечно, присылают И присылают очень много И даже вот некоторые песни Не обязательно были написаны Мною или кем-то из тех людей С которыми я работал Например, вот песня «Почему?» Которая прозвучала только что Она была написана Еленой Родиной Которая вот Совершенно вот неожиданно для меня Вот Выбила такую песню Прекрасную И вот она живет Это очень здорово Поэтому, если кто-то пишет Присылайте, пожалуйста Быть может, совпадет Вот эта химия найдется Быть может, кто-то напишет Главное, чтобы в этой жизни Не было никакого негатива Потому что я считаю, что песни Они все-таки Либо о каких-то переживаниях должны быть Либо должны вселять какую-то надежду Все-таки вот музыка Ты чувствуешь ответственность, да, большую в своем деле? С недавнего времени Почему с недавнего? Ну вот Опять же говорю С тех пор, как я перестал смотреть ужастики Наверное, с этого времени Ты взрослеешь, Дима Ты взрослеешь И теперь еще тщательнее подходишь к выбору песен Еще тщательнее, да Друзья Это буквально Я боюсь просто, что будешь человеком, когда ему 40-45 Он тогда вообще ему будет сложно угодить с песней И авторы будут сидеть Ломать голову Нет, не то Колдун это опять не возьмет Скорее всего, ты задумывался уже А какой бы ты хотел быть ягодкой? Ягодкой? Да, может быть Ну, 45 Хотел бы Ну, наверное, такой Вишенкой наливной Вот, главное, не быть каким-нибудь, не знаю, шелковицей Вот это вот Ну, сколько в рог там не быть к этому времени? Пузырями не пойти, главное А я думаю так, чтобы к тому моменту уже не Дима был как бы на разогреве у Скорпиуса А Скорпиус на разогреве у... Правильно? Ну, а вообще Расскажи, пожалуйста Вот в Беларуси появляются новые имена Новые артисты, которые уже вот Сейчас, может быть, им там лет по 19, по 18 Знаешь ты этих ребят? Есть ли у них потенциал? Как вообще следишь за этим? Ну, безусловно Ну, как бы молодая поросль Вот если мы помним такие проекты, как Телевизионные Да, абсолютно любые там были Народные артисты, фабрика Те, которые тебя впечатлили, может быть, ребята белорусские Ну, вот, скажем, мне нравится То, что сейчас в Беларуси возрождается национальная культура Многие начинают, молодые исполнители, петь На белорусской мове Потому что язык, в общем-то, забыт И это не переходит какую-то грань Вот какого-то национализма Мол, там, давайте теперь только на белорусском разговаривать Нет, и в этом плане нравится такой коллектив Называется он Navi Band Возможно, он отправится на Евровидение Кто знает А можно тебя попросить на белорусском представить следующую песню? Ну, может, пару слов о ней сказать? Шановное сподарство Наступный Прыпынок Песня, якая зовется Я для тебе Слухаем Если я правильно сказал Я не забуду Как утонуло солнце В твоих глазах я все понял Оно над нами смеется Но нет, еще не поздно Есть пятна даже на солнце Все оказалось так сложно Я от этой любви Схожу с ума, так разве можно? Я для тебя Я живу и умираю Я за тобой Готов идти по краю Я для тебя Умру и вновь воскресну Я за тобой Готов в любую бездну Когда ты плачешь Готов в любую бездну Я для тебя Я для тебя Живу и умираю Я за тобой Готов идти по краю Я для тебя Умру и вновь воскресну Я за тобой Готов в любую бездну На ладонях тает пена Нет, ты стал другой Время лечит все Но не страна ФМ Болен я тобой Болен я тобой Я для тебя Живу и умираю Я за тобой Готов идти по краю Я для тебя умру и вновь воскресну Я за тобой готов в любую песну Я для тебя Страна FM Все к лучшему Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Спасибо! Браво! Мы сегодня не устаём с Романом кричать и говорить Дмитрию Колдуну и музыкантам, артистам, которые сегодня... Антон, Олег, Сергей здесь, да, тоже все Здесь Саша, Рома, Дима, мы тут все Я завидую ребятам, нашим слушателям, зрителям, которые 4 февраля придут... На сольный концерт в Санкт-Петербурге Дмитрия Колдуна, да, ребята билеты есть, обязательно спешите, торопитесь Мы вот раз заговорили о Беларуси, я очень хочу задать следующий вопрос Скажи, пожалуйста, Дима, Виктория, что-то готовят тебе из белорусских блюд? Ну, знаете, если бы мы постоянно пожирали белорусскую кухню, я думаю, мы бы в кадр сейчас не вмещались Потому что, собственно говоря, вот вся кухня восточноевропейская, она достаточно такая... Ну, видимо, и сголодались все И в зимы там такие тоже неприветливые Драники нечасто у тебя, наверное Драники... ну, бывает иногда Хотелось бы нечасто Скорее колдуны, колдуны, если бы можно было, ел бы хоть каждый день Но пока нечасто С грустью опять сказал Скажи, пожалуйста, вообще приходится во многом себя ограничивать, вот будучи артистом так вот? Или спортивный зал выручают? Да, ну, как бы нет, раньше как-то все это само собой получалось и вошло в привычку Поэтому сейчас так организм сам иногда требует, что драников, что тренажеров А что касается эмоций, приходится тебе ограничивать себя в проявлениях когда-то, может быть, где-то сдерживать себя, справляешься? Ну, конечно, самый, могу сказать, из последнего прекрасный курс по управлению гневом, это, конечно, дети Ну, и помогает от этого всего, прежде всего, занятие спортом Потому что даже вот элементарно, можете попробовать там 20 минут любой нагрузки физической Даже самый простой, начиная от плавания или просто выйти погулять Это значительно укрепляет психику Ну, ты быстро отходишь, если что-то вот происходит и тебя возле себя? Стараюсь отходить, стараюсь отходить, но меня очень сложно вывести из себя, это надо постараться То есть я в этом плане достаточно ироничный человек Ох, какая молодец, как здорово! У нас не только ироничный, но и очень музыкальный человек Дай нам силы, Дим, пожалуйста Да, давайте вспомним, отметим десятилетие, так сказать, песни Творческой деятельности, Дмитрий Голуна, десятилетия и песни В глубине души она горит Словно кинжал без ножен На металл забывший боль и стыд Так похоже Знаю, легко в твоей груди Стать безумством бездной Но у нас все это впереди Дай мне силу Я отворю любые двери Я убью любого зверя Ты мне веришь Дай мне силу с ней Я достану страсть из пекла И восстану вновь из пекла для тебя Знаю, можешь сердце мне пронзить Ласковым нежным взглядом Знаю, эту тайну не раскрыть И не надо Заструится Звездный Млечный Путь Под твоей ухожей В эту ночь вдвоем На мне уснуть Дай мне силу Я отворю любые двери Я убью любого зверя Ты мне веришь Ждай мне силу Я достану страсть из пекла И восстану вновь из пекла для тебя Только дай мне силу Слышишь? Дай мне силу Дай огню любви сиять Дай мне силу Я отворю любые двери Я убью любого зверя А ты мне веришь Ждай мне силу С ней Я достану страсть из пекла Для тебя И сейчас Клаус Майдер как аплодирует Подождите, подождите Дмитрий Колдун И нота Верни Скажи пожалуйста Подожди Ну год петуха Это уже можно Занимаешься вокалом Насколько часто? Насколько с преподавателем регулярно встречаешься? Зачем ему заниматься? Вот да Никогда не занимался вокалом Но просто Часто Вот желание Бешеное Чем-то заниматься У меня были проблемы Да Ну возможно Злые языки скажу И сейчас их предостаточно Да Иногда бывают проблемы Иногда срываю голову Наслые языки не смотрят А не смотрят? Нет Только добрые красивые Ласковые языки смотрят Пожелаем им всего плохого А нам оставим все хорошее Но я считаю что Иногда вот не Знаете вот Люди некоторые ходят В тот же спортзал Да И Нанимают кучу Преподавателей Инструкторов Каких-то тренеров Но при этом Сами вот Не хотят ничего В основном Добиваются тех Кто живут этим Сами Потому что научить невозможно Можно научиться Да Абсолютно верно Дима Поделись пожалуйста Как вот это вот Ааааа Вот это как-то Я не могу У меня микрофон недвигается Как называется этот прием? А я не знаю Это Что-то типа вибраформы Мне кажется Когда ты машешь микрофоном И звук Есть такой Есть такой значит Коби Называется Лесли Обычно используют на гитаре Он крутится И как возьмется Ничем крутить Кроме как микрофоном И головой же Это будет как-то неэстетично Да и зубы могут повылетать Всего вот этого миллиона занятое здесь интенсивно не крутили. Это ноу-хау. Сейчас артисты посмотрят этот выпуск концерта. Чуть-чуть так вяленько-вяленько модель, а вот такого еще не было. Дима, у нас очень мало времени. Большое спасибо, что ты пришел. Ну, я желаю, чтобы у вас всегда было много времени для всех, чтобы все зрители всегда и слушатели вас слушали регулярно, чтобы слали много смс, и чтобы ваши корабли всегда приплывали. Поплыли! Подожди, подожди, подожди. 4 февраля в Санкт-Петербурге у Дмитрия Колдуна. А все плывем в Питер. Сольный концерт. Плышь, вартуемся в Санкт-Петербурге. Обязательно, да. Из Москвы будут автобусы, страна ФМ. Концертный зал. Спасибо большое ребятам, музыкантам Дима. Успехов! Пока играется вступление здесь Сергей. На гитаре Антон. Ну и на как, Тоня, Олег. Дмитрий Колдун. Ну и здесь Дмитрий Колдун. Мы прощаемся с вами. Тут должны тигры пойти. Все это так вспышно. На расставание закроем глаза мы, но не закрыть души. В сердце моем будут новые раны. Временем не зажить. Может, прощаться уже слишком поздно. Истину не поймешь без меня. Без меня сейчас ты уплывешь. Корабли уходят на закат. Дай руки твоей коснуться. Я здесь Останусь ждать тебя. Корабли уходят, чтоб вернуться. Силы во мне остается немного, чтобы тебя держать. Слово одно и молчать у порога что-то еще решать. Нам в темноте хватит света ночного. Губы ответ найдут, знаем мы. Обратно приплыву. Корабли уходят на закат. Корабли Дай руки твоей коснуться. Я здесь Останусь ждать тебя. Корабли уходят, чтоб вернуться. Корабли уходят На закат Дай Руки твоей Коснуться Я здесь Останусь ждать тебя Тебя, тебя Корабли Уходят, чтоб вернуться Корабли Уходят, но Вернуться Обязательно Мы обязательно его уговорим Еще вернуться Дмитрий Колдун Образец для подражания Не только в музыке, но и во многих Жизненных вещах Программа «Концертный зал», «Телерадиоканал», «Страна ФМ» Спасибо огромное До новых встреч